Появление детской площадки, да еще раньше срока, в микрорайоне «Строитель» встретили с воодушевлением. Хотя в этом, пожалуй, самом пролетарском уголке Рязани, мало кто вообще верил, что такое возможно. Но стахановские сроки и аккуратность в исполнении разубедили даже самых упрямых скептиков. Строительство длилось недолго, порядка, наверное, месяц небольшим, где-то полтора, может, месяц максимум. Запросы, конечно же, есть на то, чтобы здесь сделать для мини-футбола еще огороженную площадку. Огромное спасибо городу, огромное спасибо правительству в нашем Рязанской области, что эти инициативы поддерживаются. Местные инициативы, считает председатель ТОСа, строитель Ольга Клочкова, это когда жители сами решают, где и что им нужно возвести. Как, например, вот это чисто дворовое решение – мостик через трубы теплотрассы. Свободных зон после благоустройства территории еще хватает, поэтому вовсе не удивительно, что на следующий год здесь хотят большего. Сами все продумывали, да, все сами ставили. И число лавочек, число урн. Планируем в следующем году опять принять участие в программе местных инициатив. Планируем дорогу и сквер. Жители-строители о городских властях сегодня говорят только в превосходных тонах. Нынешнее их решение оказалось комплексным. Вместе с установкой игровой площадки здесь отремонтировали дорогу и обновили трубы теплотрассы. На единственной до этого детской площадке в самый пиковый день играло до 200 детей. Было несколько сумбурно, но теперь у ребят будет раздолье. Мы очень рады, довольны, что наши дети занимаются. Есть чем заняться – поиграть, побегать, покататься. И родители с ними вместе отдыхают в сопровождении своих детей. Мы довольны. Депутат областной думы Светлана Варнакова открытие игровой площадки транслировала напрямую в социальную сеть. Сегодня она смело может записывать себя в соавторы Красной Поляны. Мало кто знает, что в строительство комплекса Светлана вложила собственные деньги. Общая же сумма сметы – 2,5 миллиона рублей, включая деньги городского бюджета. Мы привлекали, естественно, жителей, особенно мамочек, потому что они знают, что детям больше нравится. И, конечно, вот этот выбор вот этого комплекса – это просто выстрел, потому что дети, вот сейчас я даже разговариваю, им нравится именно лазить. Лазить, прыгать. Вот эта вот динамика, которая в них, энергия, которая в них есть, она, конечно, выплескивается здесь. В следующем году конкуренция за гранты программы поддержки местных инициатив станет еще выше. Люди поверили в проект и его эффективность. Заявок все больше. Принимать их будут до 18 декабря. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.